Купание не для всех. Проблемой обернулись прошедшие недавно крещенские купания для карагандинцев. Федоровское водохранилище, где каждый год проводится священный ритуал, в этом году оказалось недоступным для многих жителей. Но данный факт не помешал карагандинцам провести водные процедуры по всем правилам. Айда Ибраева вместе со всеми пыталась попасть на массовое купание. Раз, два, три, все, наверх. Федоровское водохранилище и Центральный парк – это излюбленные места у карагандинских купальщиков. Но в этом году выбор у них был не столь велик. Из-за погодных условий и заснеженной дороги попасть на Федоровку было невозможно. Проехать по бездорожью смогли только самые терпеливые граждане. Но и тех на полпути возвращали сотрудники ЧАЭС. Каждый год здесь очень много народу. Наша служба постоянная боевая готовность. Мы обеспечим в этом году и в прошлом году. Прорубь здесь хорошо отделана. Поставлены лестницы, сетка рабится, чтобы люди не могли под лед уйти. В этом году очень сильно погода подвела. Не было своевременно дорога здесь сделана. Вы видите, по городу много снега. В общем, погодные условия очень сильно сыграли. Николай Миносян уже третий год подряд погружается в прорубь. О болезнях не вспоминает и вовсе. По словам Маржа, со стажем купание в проруби – это одна из составляющих успешной жизни. Мужчины считают в здоровом теле здоровый дух. Всем советую купаться зимой, проходить именно такие водные процедуры. Будем здоровыми, крепкими духом. А что еще надо в этой жизни? Как говорится, голову держи в холоде, ноги в тепле. Как мы видим, что у меня сейчас ботинки и голова в холоде. Значит, будем умными, здоровыми. К слову, в Караганинской области были подготовлены 10 прорубей, на которых в Крещенскую ночь дежурили водолазы-спасатели. Всего в обеспечении безопасности граждан на льду были задействованы 40 спасателей. Специалисты рассказали, что в этом году массовые купания прошли без происшествий и жертв. В Центральном парке собралось очень много людей. В связи с этим департамент ЧАЭС Карагандинской области ввел периодичные дежурства. У каждой проруби дежурит по два человека. Также в прорубях установлены сетки рабица. Это ежегодные меры, которые мы принимаем при крещенских купаниях. Даже 30-ти градусный мороз не остановил карагандинцев перед возможностью окунуться в ледяную воду. Ведь есть поверия, что крещенские купания, которые проводятся в ночь на 19 января, исцеляют от всех болезней. Аида Ибраева, Марат Кутенов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.